Всем привет! Всем привет! Вы на канале записки подмастерья И у нас на обзоре коллекция Животные на ферме Животные на ферме 11 выпуск Наконец-то нам его привезли Почти два месяца не могли его доставить Нам в эти вот газетные стоечки В магните И вот наконец-то позвонили и сказали, что можно найти и забирать И вот Наконец-то перед нами этот выпуск Одиннадцатый Ну чё, Калюня, открывай Будет смотреть, что там за животные у нас Вот ты как его порвал-то, как всегда, да? Так, ну что у нас там? О, какая-то штучка А, какая-то штучка? А, так это предложение подписаться Оформить подписочку на этих самых Как их зовут-то? Насекомые Но мы не будем подписываться Не надо нам этих насекомых У нас же есть насекомые? У нас немножечко насекомых есть, да Это что, картоночка Вот такой тут журнальчик Сейчас всё посмотрим И вот такие у нас Две зверюшки Кабанчик и Бобёрчик Одиннадцатый выпуск И в этом номере у нас будет Такая информация Продукты фермы Про хлебушек здесь всё будет Смотрим, что тут за история про хлебушек Хлеб И тут у нас такая информация Что делает Василий? Привет всем! Я Василий, фермер Только что мы закончили Лежать в пшенице И теперь я везу зерно Моему другу, мельнику Захару Он намелит муки Чтобы Василиса могла Испечь хлеб Видишь вон те Цементные строения Вот эти он показывает, да? Это элеваторы В них хранится зерно После жатвы В каждом элеваторе Есть специальные Металлические контейнеры Внутри которых оно и содержится Их заполняют зерном До самого верха И отсыпать нужное количество Можно из воронки Которая находится внизу Вот такая вот воронка здесь Так Коля, это что такое-то? Мельница Мельница Ты такую видел, когда-нибудь настоящую? Нет Не, не видел Да, сейчас такие не строят-то Может каких-нибудь В заброшенных деревнях И остались ещё Как работает мельница? На вершине холма Стоит ветряная мельница Крылья на её крыше В действие приводит ветер То есть, когда ветер сильно дует Они вот так вот крутятся Эти крылья А они, в свою очередь Запускают движение Механизм мельницы Который, вращаясь Превращает пшеницу в муку Однако ветер не всегда дует В нужном управлении И тогда Захар Поворачивает крышу мельницы И ставит её по ветру То есть, видите, он Вот так вот по кругу Крутит крышу саму Она на шарнирах Там такая находит На колёсиках Он поворачивает Откуда со стороны ветер дует Если здесь ветер дует Значит, вот так поворачивает Если с этой стороны дует ветер Значит, разворачивает В другую сторону Эту мельницу А бывает так Что ветра и нет Тогда крылья мельницы Останавливаются Захару приходится ждать Когда он снова подует Но, к счастью, на этом холме Всегда ветрено Вот почему Мельницу строят на самом верху Потому что ветер-то там Постоянно всегда И мельница всегда работает И вот как раз мы сейчас узнаем Как Захар мелит зерно Чтобы смолоть пшеницу Захар высыпает зерно В пространство Между двумя огромными Жерновами Вращаясь Жернова Разминают зерно И перемалывают Их в мелкую муку А когда зерно Смолото Захар пересыпает муку В большие Полтяные мешки Чтобы отвезти Другое место на хранение Вот видишь Он пшеничку сюда засыпал И потом получилась мука А вот тут Василиса Печет хлеб Она берет муку Дрожжи, воду И немного соли Замешивает тесто И формирует гладкий Округлый батон Он такие батончики Делает, да? Да Можно еще и Булочки спечь сладкие Правда для этого Василиса добавляет в тесто Сахар, масло и яйца И вот видишь Василиса такой вот лопатей Отправляет Будущий хлебушек В печку Чтобы там он спекся Да Запах, запах Очень вкусный Свежего хлебушка Где пекут хлеб? Ну только что Мы в принципе узнали В печке Василиса выпекает хлеб В специальном полукруглой печи Похоже на хижину из кемосов Я сам построил ее И очень горжусь этим Такая печь Топится дровами Ну видишь вот Дровишки закладывают снизу Ну как у бабушки Да, в деревне Я знаю Ты знаешь, да Видел же, да Как бабушки пироги печет Да, вот в этой печи Можно Все как готовить У нас щи, супы И каши И ватрушки И булочки Но есть и вредители У зерна и хлеба Мастер 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 Какие они Кто это такие? Это грызуны Мыши Они очень любят А это паучки Паучки Или жуки Ну какие-то жучки Да, сейчас мы про них узнаем Так, это грызуны Для мышей Нет лучше лакомства Чем пшеничные зерна Мука Ну и конечно же хлеб И вот насекомые Вредители Мышки с мукой Должны быть плотно закрыты Иначе в них могут завистеть насекомые Ну всякие, наверное, разные Там Жучки, пучки Всякие Свет и сырость Пшеницу и муку Нужно хранить в темном Сухом месте Чтобы в ней Не появилась плесень Понимаешь? Так, здесь Что у нас дальше-то? Кто продает хлеб? Кто продает хлеб, Коля? Покупатели Нет, покупатели покупают хлеб А продает-то кто хлеб? Продавцы Те, кто хлеб производит Часто его и продают Василиса выпекает Много разнообразных сортов хлеба С орехами, маком, кунжутом Он очень вкусный Да, это зерно Нет, это каплетеночка Такая булочка Плетеночка Он очень вкусный Когда я приезжаю на рынок Чтобы продать Его покупатель Разбирает товар Два счета Василиса выпекает хлеб Из разных сортов муки Из ржаной Черный хлеб Из пшеничной Белой Хлеб изготавливает Также С кукурузной Рисовой Или каштановой муки Да-да Бывает и такая Есть такие хлебы? Да, вот такие хлебы разные Да, есть А вот тут хлеб Со всех уголков мира Это такой хлеб Да, это багет называется Это тоже Погоди, погоди Не торопись И мы же пропустим сейчас все Вот такой хлебушек Это багет Такой длинный Он выпускает Хрустящий хлеб В виде длинного батона А это? Это венский хлеб Это сладкий хлеб Вкусный, как булка А этот Какой вот этот? А это какой-то Факкачча Пшеничная лепешка А это? Как пицца А это специальная Заготовка для пиццы А это вот пита Вот которую Соня любит В которую вот раз Открываешь И туда можно Всякого разного Положить А это что? В салате какой-нибудь Это чапати Индийские лепешки А это? Такос Круглые, тонкие Хрустящие Мисхекканские лепешки Ну это простой Зерновой хлебушек С добавлением Различных злаков Там ржа, овца Горячие кукурузы Ну это простой Хлебушек-кирпичик Квадратный Он Он очень мягкий Особенно его любят В Англии Из него делают Сэндвичи Вот такие вот Хлебушки есть Различные Вот тут Дальше Забавная история Хлеб для влюбленных Вот такое сердечко Слепило Василиса И тут еще Странная история Слишком любопытный Поросенок Мышка на поросенке сидит Да Так, так Поросенок Где поросенок? Ух ты, да Правда Забрался на мельницу Да, смешно Так Ну и тут у нас Анонс Двенадцатого номера Тема будет Выпуска Курица И такие вот Новые Фигурки Детали Поилка Морковка И лук Порей И Петух Барон В киосках Через неделю Через неделю Наверное Вряд ли Спросил Опять же Продавцов Когда Призвался номер Сказали, что Позвонят Может через неделю Может через две недели Неизвестно Так что вот Ну что, Коль Переходим К нашим зверюшкам Так, ну вот Мы посмотрели Этот журнальчик Интересно было Про хлебушек Все узнать Теперь смотрим Животных Ну, Чарлька, Люня Открывай Ух ты, как сильно Сильно Попаковали Не порвать Давай помогу Давай помогу-то тебе Ух ты Ну, не-не-не-не Видимо, уж совсем Там все туго Давай сейчас найдем Может тут есть Здесь, наверное, можно открыть Во Вот тут вот Во Во Доставай Кабан 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 А это вот такой Бобер 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 Ты их помнишь, как их зовут-то, Коль, не? Дай-ка посмотреть По-моему, кабана зовут Момо А вот Бобренка Чуть не помню По-моему, Броня Да, Броня Броня, точно, да? Ну-ка, во-первых, посмотрим-то Кабанань Ну, давай, кабана посмотрим Вот такой вот кабан Момо Вот он какой Сердитый-присердитый Кто залез на мои владения Сейчас На свои бивни посажу Ну, как раз бивни-то можно было и покрасить получше А то Сверху подкрасили А вот тут Не докрасили Получается Так сбоку вроде как бивни есть А так, как будто и нет Ну, в принципе, игрушка так сделана неплохо Такой смешной кабанчик Спаечку тут не видать практически Устойчивый Так, давай Бобренка Броню Интересно, это детеныш Броня? По-моему, это Бобренок был Вот такой вот Броня Смотрит куда-то наверх Либо на кого-то Либо Типа, вот да, такой-то я виноватый Простите меня А так, в принципе, тоже неплохо сделано Покрашено так Ну, нормально Скажем, нормально И здесь всякий спаечник Потому что одна Однородная игрушка такая получилась Так, ну, в принципе, да В этом выпуске Неплохие такие игрушечки получились Повторимся В следующем ждем мы Поилку Морковка и лук-порей Будет в комплекте И петух-барон Ну, а у нас на этом все Спасибо за внимание Добра вам И процветания Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok